Давайте немножко сейчас разберемся с вами в классическом интерфейсе Excel, потому что нам придется работать много достаточно в Excel. И хотя бы так в общих чертах пробежимся по интерфейсу, что здесь можно вообще делать. Здесь есть, как видите, несколько вкладочек сверху. Вот ими мы будем периодически пользоваться, переключаться. Ну и так пробежимся по основным вкладкам. На вкладке главное здесь есть блок копирования работы с пуфером. Есть выделение жирным, да, как в Word, то же самое, курсивом, еще как-то подчеркивание. Здесь мы переключаем шрифты. Вот это вот, здесь мы рисуем таблицы. Например, если мы хотим вот этот блок заключить в таблицу, полностью все границы нарисовать, то мы пользуемся вот этим вот способом. Если хотим, например, только по краям сделать, да, то делаем вот таким вот способом, внешние границы. Есть также жирные границы. Жирные границы, это вот здесь вот есть такая кнопочка. Ctrl-Z, это отмена последней операции. Ctrl-Y, это возвращение последней операции. Поэтому я комбинацией антиклавмерши буду пользоваться периодически во время записи видеокурса. И вот сразу сообщаю, какими. То же самое можно делать на вкладочке. Это сделано прямо вот здесь на панели, там где меню сохранить. Отмена предыдущего действия и вернуть предыдущее действие. Вот здесь, кстати, комбинация этих клавиш также прописанных, как видите. Дальше тут идет, ну тут как в Варде регистр. Тут увеличить размер шрифта, уменьшить его. Можно сделать заливку ячейки. Можно сделать цвет шрифта. Здесь поменять, выбрать из цвета все. Вот здесь вот тоже важный такой блок выравнивания по высоте или посередине. Если мы возьмем вот эти вот, например, значения. Вот эти, например, да. Видим, что сейчас они прилипшие к верхнему краю. Краю здесь выделено соответствую. Если же мы хотим другим способом кинуть, например, в середине. Например, к нижнему краю. Выравнивание справа, слева, в середине. Этим блоком мы также будем пользоваться. Я сейчас ставлю выравнивание. Тут как бы есть, видите, вертикальное выравнивание блок, да, вот этот первый. А есть горизонтальное выравнивание. Можно поставить верхнее выравнивание и выравнять по левому краю, посередине, либо по правому. Либо же вот равнять как бы по вертикали, да. Здесь идет объединение у нас ячеек. Следующий блок. Если, например, у нас два значения, то ячейка у нас не объединится. Видите, у нас такая вот. То есть она объединяется и берет крайнюю левую ячейку при этом. Либо, сейчас посмотрим. Вот эти попробуем объединить. Видите, она берет крайнюю левую, да. Если же у нас в ячейках нет никаких значений, мы можем объединять их. Видите, что из нескольких ячейок получается одна ячейка. Можем выделять, если мы выделим несколько строк, здесь есть объединить по строкам. У нас тогда строки объединяются. К сожалению, функции объединения по столбцам нету. Хотя иногда это было бы очень полезно. Здесь вот есть текст. Можно как-то повернуть тут всякое разное. По часовой стрелке, по роте часовой стрелке. То есть, наверное, это будет видно, если мы напишем текст какой-то в объединенной ячейке. Попробуем. Вот видите, если ячейка позволяет размер текста в ней расположить, можно по вертикали и так далее. Ctrl-Z, отмена операций. Вот здесь вот есть форматы. Общие, числовые форматы. Если мы встановимся на одну из ячейок, мы сразу же видим, какой формат у нас в этой ячейке. Вот здесь сразу видно, что числовой. Если у нас, например, бывает такое, что мы вставим какие-то значения, пишем 11.25. Он сразу пишет, что это ноябрь. То есть, мы не можем написать в таком случае некоторые значения. В этом случае, если у нас не получают написать, мы должны здесь выбрать текстовый формат. И тогда мы сможем написать 11.25. Он это просто смотрит, принимает как текст. Вот таким способом. Тоже довольно-таки часто можно пользоваться этим в Excel. Вот здесь что-то можно рубли, какие-то доллары, евро проставлять. Вот это разрядность уменьшения. Если у нас есть какое-то значение, после запятой много-много-много знаков, то мы можем пользоваться разрядностью уменьшая или увеличивая, соответственно, эти значения. Если у нас получается вот такая ерунда, как сейчас, это значит, что число очень большое и ширина ячейки не позволяет отобразить его. Мы можем либо объединить, либо вот здесь вот расширить столбец этой ячейки. Кстати, работа со столбцами достаточно в Excel проста и удобна. Если мы выделяем вот сверху, мы можем редактировать ширину. Ширину столбцов и высоту строк. Вот здесь вот мы наводим, когда на низ этой строчки, у нас появляется такой вот значок, да, как сейчас на примере. И здесь мы можем редактировать высоту. Мы можем также выделить сразу несколько ячеек. Это очень удобно. И сделать ширину одинаковой. Видите, да? Либо вот так вот расширить, либо судить. Видим, что все ячейки приобретают одинаковую такую ширину. То же самое можно сделать абсолютно со строками. Взять, выделить несколько строк и сделать высоту вот такую. Здесь, соответственно, берется редактирование вот на этих вот блоках. То есть на сером фоне. Дальше у нас идет нолики какие-то, да. Это у нас нолики, это, так сказать, финансовый формат. То есть у нас ставят пробел. После тысячи идет пробел. Дальше запятая и два нуля. То есть вот этот финансовый формат. Здесь переключается он автоматически на него. Проценты мы можем дорисовать. То есть это будет считаться за процентах уже ячейка. Условные форматирования. Вот этим, честно говоря, я не так часто пользуюсь. И в сметах нам это не пригодится. Вот здесь можно задать всякое разное форматирование таблиц. Например, выделить таблицу. И у нас вот такая вот появляется здесь таблица. Иногда это очень удобно, но в принципе в сметах мы тоже этим пользоваться не будем. Здесь можно также расфасовывать по столбцам значения, если мы вставляем. И так далее. Вот стиль ячеек. Довольно-таки интересный такой блок. Возможно, нам в смете пригодится. Этим самым мы можем задавать стили. Например, для вот этого блока таблицы сметы мы можем задать один общий стиль. Для того, чтобы потом можно было как бы менять его быстро. Если мы хотим выделить, кстати, в Excel какую-то область, мы сначала становимся в левый верхний край этой области. Потом становимся в правый нижний край области. И удерживая клавишу Shift, мы нажимаем левой кнопочкой мышки. Таким образом у нас выделяется таблица. То же самое, кстати, и работает и в Word. Поэтому это для вас не должно быть новостью. И так, если мы вот эту область сметы хотим сделать каким-то стилем ячеек, мы можем, например, задать вот какой-то здесь... У нас много здесь всяких разных стилей. Например, хороший пускай будет. Если мы хотим отредактировать хороший, вот этот, мы правой кнопочкой на него нажимаем и говорим «изменить». Стиль включает. Мы можем здесь показать, что включает этот стиль. Можем здесь нажать «Формат». И вот здесь вот установить, например, цвет заливки у нас будет, не будет зеленого. Например, мы хотим поставить, чтобы был маленький очень шрифт, восьмерка. Здесь мы можем поставить размер шрифта, границы. Вот здесь вот слева мы выбираем, какой вид у нас будет вот этой вот окантовки. Ну и здесь, как бы, числовые форматы мы можем поставить общий. Теперь ставим «Ок» и видим, что у нас поменялось... Вот заливка, кстати, у нас осталась. Видимо, что у нас размер шрифта поменялся в первую очередь. Давайте попробуем еще раз зайти в формат. И, например, вот здесь на вкладочке «Шрифт» мы хотим поставить цвет шрифта, чтобы у нас был, ну, например, вот... Давайте сделаем фиолетовый шрифт. Ну, чтобы просто для того, чтобы вы понимали, как с этим работать. На вкладочке «Заливка» если мы хотим убрать заливку, мы должны нажать «Нет цвета». Либо поставить тот цвет, который нам нужен. В данном случае был какой-то вот зеленый такой цвет. Если мы ставим «Нет цвета» и жмем «Ок». «Ок». Видим, что шрифт у нас поменялся. И заливка убралась. Соответственно, если мы будем добавлять какие-то новые значения сюда, они все автоматически придают свойства вот этого вот стиля. Сейчас я жму «Отмена». Это, кстати, очень удобно этим пользуется иногда. Можете создавать свои стили. Вот здесь вот есть «Создать стиль ячеек». И таким образом задавать, например, для коэффициентов там, если у нас есть коэффициенты в сметах, мы можем задавать собственный стиль. Или для итогов сметы, например, мы можем выделить все итоги, чтобы они были тоже у нас одного такого стиля. Такого-то вот такого, например, да? Здесь вот в данном случае выделились все строки. Если мы нажимаем в Excel слева, вот сюда вот просто на строку, у нас выделяется вся строка до бесконечности. То есть в данном случае это, наверное, не очень применимо. Лучше было бы выделить вот так, часть таблицы. Просто выделить мышкой и задать цвет. Это можно делать левой кнопочкой мышки, также протянув вот таким способом до нужного элемента. Итак, стиль ячеек разобрались. Здесь мы можем вставить ячейки или вставить строки. Например, вставить строки на лист. Раз, у нас вставили строки. Если мы хотим вставить строки между, например, какими-то строками, мы жмем сюда, вставить строки. Вот у нас строка вставила. Я же обычно вставляю в строки, просто нажимая правой кнопочкой, вставить строку. Либо ячейку, либо строку, либо столбец. Например, строка вставляется так. Столбец вставляется точно так же. Вставить столбец. Раз у нас вставился столбец. Видим, что здесь, кстати, вот эта ячейка, она объединена. Мы видим, что здесь раз строка, два строка и три. Поэтому, когда мы вставили сюда новый столбец, у нас автоматически разбилось на три необъединенные ячейки. В Excel также очень удобно делать копирование и перемещение. Если мы не хотим, например, вставлять новые строки, потому что некоторые строки уже у нас объединены. Если мы начнем вставлять сюда новые строки, после вот этой строки, например, то мы увидим, что потом нам опять нужно будет все снова объединять, разъединять. Мы же можем сделать проще. Мы можем просто выделить нужные нам две строки, либо выделить нужный нам элемент. И правой кнопочкой, зажав, вот когда появляется внизу строки, появляется черный крестик, мы зажимаем правой кнопочкой и перемещаем вниз до момента, когда верх вот этой вот строчки совместится с низом нашей новой строчки, вот до этого момента. Правую кнопку отпускаем и говорим сдвинуть вниз и скопировать. Раз, у нас скопировалась строка. И все свойства этой строки, соответственно, скопировались. Мы просто теперь можем, если у нас таким образом добавляется расценка, просто меняем тер, название, объем и значение. И нам больше не нужно ни объединять строки, ни вырезать что-то там. Отменно нажимаем. В противном случае нам пришлось бы сделать так. Вставить строку. У нас остались две строки. И мы пошли сюда переносить, вставлять, формулы сюда вставлять, пришлось бы вот эти по новой. Потом что-то пришлось бы объединять, ну и так далее со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями. Точно так же здесь есть такой пункт, как удалить ячейки, удалить строки и так далее. Удалить лист. Я это делаю обычно просто наводя вот на строку на нужную. Вот сюда слева нажал, правой кнопочкой удалить. Или же просто вставая на ячейку, если нужно ее удалить, правой кнопочкой удалить ячейки со сдвигом влево. Видите, у нас сразу все сместили. Точно так же можно удалять ячейку или строку, или то и другое со сдвигом вверх, например. Окей, видим, что смещается все. И таким способом у нас все равно. Вот здесь формат. Интересная довольно-таки функция. Если мы хотим сделать высоту, давайте вот на этом листе покажу. Если мы хотим сделать высоту строк заданную, мы можем нажать высоту строки и мы будем знать, что вот это вот значение... Честно говоря, не знаю, в каких оно единицах, правда, миллиметра или это какие-то условные единицы. Автоподбор высоты строки можем нажать. Это в случае, если у нас, например, какой-то большой-большой шрифт. У нас здесь стоит автоподбор высоты уже автоматически. Но если у нас по какой-то из причин шрифт, то есть ячейка сдвинулась, мы можем взять, поставить на эту ячейку формат автоподбора высоты строки сделать. Вот так. Если у нас много ячеек, например, таким способом, и они все у нас почему-то сместились, вот как сейчас я так, ну, скажем так, делаю, типа случайно, да, и мы вот что-то в них не видим, мы можем взять и автоматически подобрать высоту строки. Автоподбор высоты строки. Точно так же мы можем сделать, нажимая Ctrl-Z, нажав просто два раза на одну из ячеек. Это тоже будет автоподбор высоты строки. То есть внизу строки, вот здесь вот на серой области, когда появляется вот черненький такой крестик, да, со стрелочками, мы можем два раза кликнуть левой кнопкой мышки на нем, на нем, и у нас автоматически подбирается высота строки. Хорошо, двигаемся дальше. Вот здесь есть форматы ширину столбцу, так же можем делать высоту строки, автоподбор, автоподбор столбца ширины, видимость. Можем здесь скрывать или отображать строки, например, если у нас что-то здесь написано, мы можем выделить весь столбец и правой кнопочкой на вот этой серой области нажимаем скрыть. Иногда это очень полезно. Видим, что здесь такое, как бы, чуть потолще полосочка, чем в остальных местах, да, идет. Это значит, что здесь скрытая строка. И по буквам мы можем видеть, что F, H, а между ними буквы нету. Если мы хотим отобразить его, мы должны выделить два соседних столбца левой кнопкой мышки, правой кнопочкой нажать потом и нажать показать. Вот он у нас в столбе G отобразился. Здесь есть инструмент сумма. Это уже относится, скажем так, к значениям. Мы хотим, если просуммировать, взять, например, что-то, да, то мы будем пользоваться вот этим вот форматом. Также, например, давайте сделаем выравнивание поверху. Если мы хотим вот 454, например, да, ой, 454. Если у нас есть два последовательных значения, мы можем протянуть их и сделать список из этих значений последовательный. То есть он в Excel автоматически будет добавлять единичку сюда. Как это сделать? Мы выделяем, давайте сделаем вот так, делаем 1, 2. То есть список с 1 и 2 начинается. 1 и 2 выделяем и вот за этот черненький квадратик хватаем левой кнопкой мышки и тянем вниз до того уровня, докуда нам это нужно. Можем сделать сразу же автоводбор высоты строки. У нас почему-то очень широкая строка получилась. Давайте уменьшим. Все вместе уменьшим. Делаем вот такую вот высоту строки. Вот так делаются списки. Точно так же делается список по горизонтали. Если мы сюда поставим, например, тройку, то этот 1 и 3, он уже сохранит эту зависимость. То есть уже будет не последовательный список, а вот так вот 1, 3, 5, то есть через 2. Соответственно, если мы ставим пятерку, шестерку и так далее, у нас вот такая вот зависимость фиксируется автоматически Excel. Точно таким способом он переносит все формулы. Как делаются формулы в Excel? Мы должны поставить, встать на ячейку, сказать, нажать на знак равно и указать значение суммы. То есть левой кнопкой жмем на одну ячейку, ставим, например, знак плюс и жмем на вторую ячейку. Таким образом, мы зафиксировали, что в этой ячейке должна быть сумма вот этих двух ячеек. После этого мы завершаем действие нажатием клавиши Enter. Вот у нас просуммировал. Если мы хотим отредактировать эту ячейку, мы должны либо два раза кликнуть на ней и переместить что-то где-то, да, мы прямо хватаем левой кнопочкой мышки и можем перемещать, что с чем суммируем. Либо мы должны завершить редактирование клавиши Escape и мы можем также зайти в эту ячейку редактирования, вот здесь вот сверху есть строка формул. Можем здесь подредактировать формулу вручную, например, удалить знак плюс и поставить знак минус. Enter. У нас Excel фиксирует значение. Либо умножить, например. Также мы можем создавать сложную формулу. Мы можем ставить скобки. Ставим знак плюс. Открываем скобки. И в скобках пишем значение, например, 255 умноженное на вот это в степени. Степень ставится с помощью символа галочка верхняя. Он у меня над цифрой 6 расположен. И с помощью комбинации клавиш Shift плюс 6 у нас появляется вот такой вот знак. Так вот, вот этот знак, это называется знак заключения в степень. И мы ставим что-то, например, в квадрате. Таким образом жмем Enter и видим, что у нас эта формула также считает все. Мы можем ее отредактировать в любой момент абсолютно. Итак, если у нас здесь вот какие-то идут значения. Мы можем, например, выделить вот так вот весь столбец и протащить все вот эти значения вот сюда. У нас просто в этом случае Excel копирует все значения, докуда мы протащили. И теперь мы вот эту формулу хотим также размножить, чтобы она была в эту сторону до конца. Можем протащить вот сюда. Таким образом у нас, видите, что значения формулы также смещают. Если в первом случае мы ссылались на первый столбец, во втором случае у нас уже он ссылается на второй столбец. Понятно, да? В третьем случае на третий столбец. Если же мы не хотим, чтобы вот эти вот формулы у нас как-то менялись при перетаскивании вот таким способом, мы должны указать перед, либо перед первой буквой столбца, либо перед цифрой 10, мы должны указать, либо перед цифрой, да, вот номером строки, мы должны указать знак доллара. Если мы указываем знак доллара, он shift кнопочка 4, по-моему на английской раскладке, вот он знак доллара, то в этом случае у нас не будет столбец меняться. Завершается детективная клавиша Enter. Давайте посмотрим, что теперь изменится. И теперь, если я перетаскиваю этот столбец, то видим, что остальные значения формулы меняются, а вот это значение остается неизменным. Потому что я указал, что вот это вот знак доллара, то есть это как бы постоянная величина. Если мы хотим также, чтобы строка не менялась, то мы должны перед строкой поставить знак доллара. Точно так же может быть знак доллара перед двумя, то есть таким образом мы формулу вообще фиксируем как бы вот на этой вот ячейке, и она при переносе, при копировании не меняется. Для чего это иногда будет нужно? Например, когда мы берем копировать Ctrl-C эту ячейку и Ctrl-V вставляем. Видите, у нас значение, в этом случае у нас столбец, вот мы сюда встали, столбец не поменялся, а строка поменялась, потому что мы переместили на несколько уровней вверх, и у нас строка поменялась. Удалим эту ячейку и попробуем теперь сюда написать знак доллара перед строкой. Нажимаем Enter, Ctrl-C, вставляем сюда, Ctrl-V. Теперь видим, что вот эта ячейка у нас никак не поменялась, потому что два доллара стоят, и она как бы зафиксирована. Иногда это будет нужно нам. При работе со сметами мы будем периодически копировать какие-то значения из ячейки и вставлять их. Вот чтобы при копировании у нас формулы как бы не сбивались, мы будем пользоваться вот этим вот методом. Ну, я надеюсь, что кое-что вам понятно. Это кажется иногда, по первому разу это кажется сложным, но потом привыкаешь, работать с Excel очень-очень удобно. Так вот, теперь мы хотим посчитать, например, сумму. Чтобы посчитать сумму, мы должны выделить все, что мы хотим суммировать, и захватить еще одну ячейку. И нажимаем вот сюда, сумма. У нас автоматически посчиталась сумма. Можем также сумму вводить вручную. Ставим знак равно, пишем сумму по-русски, открываем кавычку, скобочку, вернее, выделяем формат, который нам нужен, и закрываем скобочку. Нажимаем Enter. Точно так же можно делать это неспособно. Либо мы можем просто встать точно так же на столбец и нажать сюда на сумму. Он автоматически нам все выделяет. Здесь мы можем редактировать, либо уменьшать, либо увеличивать диапазон суммирования. 40. Если мы два раза сюда встаем, можем отредактировать диапазон вот таким образом, либо любым другим образом. Можем сюда, в эту же формулу, добавить еще какую-то формулу дальше. Умножить, например, вот на это. У нас, соответственно, все пересчитывается. Умножить на это, делить на вот это, в степени, в степени 3, например. Все замечательно пересчитывается. Вот здесь вот у нас иногда появляется такая вот ерунда. Чтобы, то есть много-много знаков после запятой. Чтобы с этой вот бедой бороться, мы должны либо уменьшить разрядность. Вот здесь вот есть разрядность уменьшения и увеличения. Вот так мы разрядность увеличиваем, вот так мы разрядность уменьшаем. Но в этом случае мы не округляем ничего. Иногда нам нужно округлять, потому что если много вот таких значений, и при их большом количестве суммирования, мы можем увидеть, что у нас вылезает погрешность. Потому что если мы просто уменьшаем разрядность, Excel все равно запоминает вот это вот значение с длинным количеством знаков после запятой. Вот с этим. Поэтому иногда нам нужно просто округлить. Для того, чтобы округлить значение в ячейке, мы должны два раза сюда на нее нажать. И вот здесь вот перед первым значением этой формулы мы пишем округл. И здесь Excel по-русски прям пишем. Excel прямо-таки выдает сразу нам значение. Нажимаем. То есть мы написали округл. Это функция округления. Заключаем значение в скобочке. И после последнего символа, формулы, мы ставим точку с запятой. Вот такую вот. И пишем количество знаков после запятой. Три, например. Enter. Так. У меня он здесь переключился опять на алфавит. Точка с запятой три. Enter. И вот что у нас получается. Он округляет нам значение на три после запятой. Здесь потом идут нули какие-то. Мы должны, то есть это у нас уменьшить. Это уже разрядность идет, которую мы с вами вот здесь вот уменьшали или увеличивали. Редактировать формулы мы можем здесь добавить, например, два. Вот у нас еще он округлил до второго знака после запятой. Дальше мы можем сортировать ячейки. Например, сортировать от А до Я. Либо сортировать обратное. То есть с десяти и так далее. У нас он сортирует. При этом, да, мы видим, что формулы наши, конечно же, сбиваются. Потому что значения все переместились. Наоборот, делали. Точно так же можем сортировать по алфавиту, если у нас АБВГД идет уже заедет. Либо вверх, либо вниз. Здесь мы можем очищать форматы. Очищать содержимое. Например, очистить все. Он удаляет все из ячейки. Очистить форматы. Он удаляет формат вот этого тут округления, не округления, а уменьшения разрядности. И остается только формула. Если мы здесь в этой формуле меняем сейчас знаки 5 после запятой, у нас он уже прописывает количество 5 после запятой. И так далее. Примечания, гиперссылки и так далее. Можем все это удалять. Можем здесь найти и заменить что-то. Это же Ctrl F клавишей вызывается. Найти какое-то значение. Например, 5 пишем. Найти и далее. Вот он ищет, где у нас 5. В данном случае он ищет также и в формулах тоже. Вот здесь в параметрах мы можем задать, искать что, где, область поиска формулы, значения, либо примечания. Если мы ставим значения, то он уже ищет только лишь значения. Какие у нас есть на листе. На листе, либо в книге. Книга, это имеется ввиду, что лист. Лист 1, и лист 2, и лист 3. То есть вот это вот называется уже книга. Он может искать по всей книге. Если поставим в книге, нажимаем найти и далее. Он вот так идет. Можно нажать найти все. И здесь он тогда выдает, что он и где нашел. И здесь вот можно перемещаться между этими значениями. Если мы нажимаем на эту ссылку, мы попадаем. Видите, Excel автоматически сюда перемещает. Очень удобно. Есть также кнопочка заменить. Мы можем найти вот это значение и заменить на какое-то другое значение. Нажимаем заменить все, и он автоматически все наменяет. Очень удобная функция. Советую вам ее освоить. Она также есть в Варде. Я ее очень часто пользуюсь там.